3, 2, 1, нехаю, мир каптанщина, сказал бы я раньше, но на самом деле мы решили следующее, что хватит, хватит ползать на региональном уровне, мы уже давно доросли до федерального шоу, и если нас не зовут на первый канал, то мы сами станем этим первым каналом. Привет, мир каптанщина, но на самом деле привет, Россия, рад всех вас видеть, и я сходу представляю участников нашего сегодняшнего стрима. Да, итак, давайте начнем с девушки, потому что, ну что ж, собственно говоря, Светлана Маркина, наш большой друг, хороший специалист в коммуникациях, человек, который занимается анализом кандидатов в президенты и, в принципе, психологией, а также Василий Панчинцев перечислит остальные достоинства Светланы, которые Василий только что нагуглил в интернете. Тебе слово, Василий, давай, потом я представлю Василия, для тех, кто Василия не знает. Мы тоже нагуглим сейчас пока. Светлана Гуглицарь центра «Мой бизнес», экскурсовод, ведущий литературного клуба, специалист по маркетингу, ведет женские бизнес-стендапы, в общем, блогер, путешественник. В общем, это все, что, это только первая минута гуглешки дала, там дальше вообще, я думаю. Там есть и устаревшие данные, но ладно, это уже ковно. Но мы при этом Светлану до сих пор не видим. Почему? Я вижу, все, у меня все есть. Это у тебя что-то, не знаю, обновись. Короче, у меня все есть. Да. Это был Василий Япончинцев с рассказом о Светлане Маркиной. Василий – это наш постоянный участник, отец-основатель. Леонид Парфенов в Омской области, энциклопедист, как там, историк, медийщик и так далее и тому подобное. Автор феноменального цикла «Омск», как правильно, «Новейшая история» или «Омск» – «Наша эра». Кто не смотрел, всем рекомендую посмотреть шортсы на канале «Стенани» и «Тамагавки». Шучу, но на самом деле на канале Василия Япончинцева есть весь проект. Смотрите, наслаждайтесь. У Василия новый микрофон. Ты сказал, что я один из отцов-основателей этого шоу, а не просто я к тебе тут хожу на побосернике. Вообще, однозначно, и Василий, и Орис являются ко-паундерами, как сказали бы, на недружественном языке, со-основателями. И нашего проекта «Колчак позвонит», который ныне стал, вот видите, шоу федерального уровня. У нас есть федеральные эксперты из Твери. А, кстати, Тверской пряник, Светлана еще является бренд-амбассадором, амбассадором, как хотите ставить ударение, Тверского пряника. Если вы не в курсе, дорогие друзья, Тверской пряник, круче тульского, я ел. Я могу вам это подтвердить. Поэтому, как-то так, человек мира, Орис Брут, он же Владимир Лефантьев, член целой общественной палаты Российской Федерации. Кроме шуток, если кто нет, сами можете погуглить. Вот он у нас в желтом, жизнерадостном футболке цвета обивки кресла Светланы Маркиной. Да, привет. Мы подбирали все это в сочетании. Да, я надеюсь, что не будет шуток по поводу того, что Светла села на меня. Ты это сказал. Ты это сказал. Ты женат у тебя, дети. Мы про тебя все понятны. Ты хоть бы рубашку убрал, не знаю. Она у тебя там глаженная, не глаженная там висит. Глаженная? Глаженная пусть висит. Пусть висит, не глаженная. И я хочу сказать, что для придания большей федеральности нашему сегодняшнему выпуску. Я вот, видите, в мерче Марийского государственного университета, Маргу, вуза, где я не учился ни дня. Ну, Василия не перебить. Ну, мерч Маргу на мне потому, что ректора Маргу Мишу Швецова склоняли либералы за то, что он выпустил этот мерч, считая, что это какая-то очередная схема. А я считаю, что это все неправда. Надо поддерживать человека, потому что, знаете, как в американских фильмах сидит героиня или герой, у которого жизнь пошла прахом, бухает. И вот он в этой, в худе или в худби, да, своего вуза. Кто из ректоров не пытался распилить на новом символе и айдентике вуза? Это святое дело вообще. Федеральная экспертиза, видите, мы тут... Ладно, сейчас мы не будем об этом, потому что мы о выборах. Так, давайте... Василий вспоминает альмаматор. А у тебя альмаматор АМГУ, да? Дай догадаюсь. Вуз универа имени Достоевского, да. Да, 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 да. Это вуз, где идеально изучают, идеально обучают русскому языку, но это вуз, про который есть шутка, что бомжам надо запихивать в пакеты с мусором записки, зря ты пошел на филфак. Вот, ладно, давайте, собственно говоря, о чем? Нечего, как говорится, далеко ходить куда-то за этим самым... Ты знаешь, что говорит выпускник филфака, когда встречает выпускника политеха, знаешь? Нет. Свободная касса. Да, ну все, все, да. Ну я понял, примерно из этой же серии, да, шутейка. О, Кассики, давайте начнем с того, чем закончили. Василий Япончинцев в прошлый раз сказал искрометную речь про Путина и про то, что поставить свою подпись за лидера нации – это исторический шанс, примерно такой же, как проголосовать за Черчилля, за Деголя. И это один из любимых шортсов многих губернаторов, так, обтекаемый, я скажу. Поэтому Василию мы предоставим слово в качестве продолжения. Расскажи, Вася, с твоей точки зрения, на какой стадии находится президентская избирательная кампания сейчас, чтобы нам было с чего начать. Ты знаешь, во-первых, я нацеливался хотя бы на цифру в 2 миллиона, как у тебя собрал Мля Петрович легендарный, но не получилось там. Чуть-чуть не хватило. Все впереди. Кампания находится на очень интересной стадии, когда отвалился весь мусор, вся спесь и все лишнее. И сейчас все, кто сначала топил на запрещенных кандидатов от иноагента Ходорковского и потом испытывал надежды на Безнадеждина, Бориса Борисовича, которого тоже не зарегали, теперь они все взялись любить бедного Дованкова. Дованков не очень хотел участвовать, его долго уговаривали, потому что, если вы понимаете, почему участвует Дованков, это потому что отказался Нечаев, настоящий лидер Фаберлика и партии «Новые люди». Вот теперь Дованков, я думаю, спит и видит, и молится, лишь бы ему не занять второе место, потому что если он займет второе место, это слишком большая ответственность будет для автора закона о запрете ЛГБТ, который принят в нашей стране. Но и опять же, это одна из интриг будущей кампании, потому что если Дованков от «Новолюдей», «Новолюдь Дованков» займет второе место, это будет определенный показатель для Кремля и администрации президента количество людей, которые поддерживали примерную повестку Надеждина. То есть это против специальной военной операции, это либерально настроенные граждане. В патриотически настроенных каналах турбопатриоты их называют пятой колонной. И вот о количестве пятой колонны будут судить в том числе по результату «Новолюдя» Дованкова. Все остальное, Харитонов, интрига в его случае, доживет ли он до конца кампании или нет. Это типичная интрига любого кандидата от КПРФ, начиная от регионального и заканчивая федеральным уровнем. Леонид Слуцкий, ему сложно будет совмещать данную кампанию с работой в китайском футбольном клубе. Он к нам недавно приезжал, он одел шарф «Авангарда». Молодец, мы его приветствуем в Умске, он нам очень нравится, хороший парень. Я уже говорил, ребята, мне очень жалко, что у Леонида Слуцкого не получилось, когда он работал в Казанском рубине, но может получиться в случае с данной президентской кампанией. Вот если он займет второе место, для него это будет хорошо, потому что он явно идет не на победу, он идет как любимый ученик Жириновского, и для него, как для лидера партии, человека, который до сих пор утверждается в качестве лидера ЛДПР, для него это более весомо, и ему это больше необходимо, чем Даванкову занять второе место. Вот мы будем наблюдать, вы вспомните мои слова, когда Даванков будет пытаться слиться хотя бы там на третье, на четвертое место. Ты считаешь, что второе место для новых людей это плохо? Я думаю, что Даванков не хочет быть вторым, но в целом для партии, наверное, это неплохо. Но мы же говорим про настоящие партии, вот в данном случае ЛДПР это более настоящая партия, созданная харизмой Жириновского, продолжается на харизме Слуцкого, и ему это нужно. А Даванкову не нужно ничего, потому что он, мы видим это по его инициативам, он пытается там вернуть лайки, репосты, что там X запрещенный вернуть, стандартизировать шаурму. Ну вот его уровень, это стандартизация шаурмы. Потому что это несерьезное, это даже не лидер партии. И новые люди, как они и начинались, и как они сейчас, они не являются настоящей партией. Это даже не третья политическая сила в нашей стране. К счастью. Можно я вступлюсь за новых людей, будучи беспартийным? Напоминаю, что когда-то Владимир ходил в депутаты от «Справедливой России», но это позорная страница его биографии перевернута раз и навсегда. Мы его с этим горячо поздравляем. Приостановил членство в партии, выхухоли. Блять, хотел за новых людей не матерись. Дети смотрят, да? Да, короче. Ютуб прессимизирует, но в смысле первые 4 минуты нельзя материться. Итак, давай. По поводу содержательности новых людей и ЛДПР очень показательная история была в Омске. В Омске новые люди что-то там, не знаю, вышли с школьных занятий, поняли, что пришло время заниматься политикой, пошли, накатали снеговика, отфотали его и давай там всякого рода за деньги ставить, что типа, ай-яй-яй, снег плохо убирают, в этом снеговике мы разберемся. Уволили Зурнаджан? Ну, в смысле, отёпомодрожен? Нет, нет, это до этого. Приезжает Слудский, это самое, и типы, которые обслуживают Слудского, не придумали ничего умнее, как взять их снеговика новолюдского, перефотошопить в другое место и выйти с той же самой... Выдать либерал демократического снеговика? Да, да, да. То есть как бы... И это как бы сейчас пришли новые люди в паблик, и такие, типа, это же наш снеговик, вы чё? И это очень смешно, просто потому что, ну, типа, ну, как бы, можно говорить о том, что ЛДПР настоящая партия, а новые люди нет, но политический дискурс показывает о том, что школьники из новых людей пока чуть более продуктивны, чем матерые политиканы из ЛДПР. Ну, и товарищ Жепахват, же он бессодержательный от слова совсем. Он же, ну, прям, совсем бессодержательный. Нет, я считаю, что тоже Слудский сторож кладбища. Вот, извините, конечно, но это прям, вот, там, как сказать, какая харизма, ну, вот, возможно, Василий видит в нём какую-то харизму. Я лично считаю, что Слудский, ну, это ещё вот недавно, вчера я выпрямился видео, Я бы, кстати, заметил, что Василий, подожди, Василий из нас всех единственный журналист, а Слудский прославился как... Да? Ну, я была когда, ты сейчас уже давно не... Была когда, да. А Слудский прославился тем, что же похватил журналистов. Может быть... Позор категорически осуждаем. Давай. На самом деле. Я тоже хотела бы сказать по поводу, там, настоящей, ненастоящей партии. Я согласна с Владимиром, с аналогией вот этой вот, со снеговиками, проблема, она, в принципе... Не аналогия, это фактически ситуация. Это фактически, это сейчас происходит, это не метафора. Да, эта ситуация, она очень такая, классный символ, в принципе, вот этой вот предвыборной борьбы, ее уровня. Вот, и когда мы говорим о том, что новые люди не являются настоящей партией, ну, как бы, давайте обратимся к КПРФ, который, ну, всерьез, черным по белому, да, например, вот у Харитонова в Телеграм написано, что поигрались, значит, капитализм, и хватит, возвращаем. Хотя это лозунг коммунистов России, но он, видимо, очень понравился господину Харитонова, он его тоже себе взял. Ну, то есть, можем ли мы говорить о том, что это всерьез говорится, и это действительно серьезная партия сейчас, на данный момент, вот в нашем 24-м году. Вот, поэтому, и так, и в целом, вот по поводу того, что там Дованков не хочет второе место занять, опять-таки, у меня ощущение, что сейчас кандидат действительно идет некоторая гонка, но в обратном направлении. Дованков, например, да, если говорить про его предвыборную кампанию, он первого февралябища, а потом он обещал через неделю, сейчас говорит 15 февраля, я ее обязательно презентую. Ну, то есть, такой себе пиар, если ты там президентом собираешься стать, а при этом вот так со сроками не управляешься, да, то есть, что ты хочешь? Ну, наверное, действительно, только бы не занять второе место. У Харитонова вообще сайт в разработке сейчас находится. Слуцкий там тоже как-то странно представляет свои программы, поэтому ощущение, что вот, ну, это второе место, оно действительно мало вообще кому сдалось. Знаешь, что я вот поймал себя на мысли, что эти выборы очень похожи на выборы 2004 года, где... Да, где наконец-то Михаил Прохоров создал партию, да? Нет, нет, 2004 год, когда баллотировался охранник Жириновского Олег Малышкин, зам, ну, не Зюганов, а зам его. Да, Харитонов был. Так же был Харитонов. Да, то есть, тут же формально же, типа, ну, формально у нас ни одного лидера партии, кроме Слуцкого, а Слуцкий, ну, типа же похват. Я сейчас вернусь. Кстати, тогда у Владимира Владимировича, насколько я помню, 71% был. И я думаю, что вот это примерно те результаты, которые сейчас планируются достичь, поэтому для того, чтобы показать всенародную поддержку, это примерно 71-75%. А, кстати, вот СОМа опубликовал вот эти результаты предварительные, да, вот по кандидатам. Чуть ли не сегодня, да, это случилось, да. А у вас в Твери какой KPI установлен? А Света не работает в ГАСУ, там у нее нет KPI. Мне не прислали, к сожалению, методичку. Юрий, Юрьич, то мы работаем по классике 70-70. Угу. Или побольше. Нет, смотрите, как вражеские каналы, которые, разумеется, клевещут, я обязан об этом сказать, сплошь и рядом пишут, что задача 75% total. Почему 75% total? Это конституционное большинство, да, то есть то, что позволяет менять конституцию. KPI от региона к региону не сильно нас колышет, потому что, во-первых, ну мы федеральное шоу, как бы с омской повесткой пусть Андрей Копейкин разбирается, он уже мастерски это делает, а этот самый, как там распределять, это вообще не наша печаль, есть на это умные люди на старой площади. Но 75%, мне кажется, достижимый, а что нет? Я другое, я не понимаю, почему вы считаете, что так должен бояться товарищ из новых людей второго места? Мне кажется, что ему бояться второго места? Ну, наоборот, это говорит о жизни. Никто не боится и никто не хочет. Ну, то есть, всем абсолютно все равно. Нет, Слуцкий хочет быть вторым, ему это надо. Дованкову это не надо, это слишком большая ответственность для столь маленького вице-спикера. С другой стороны, смотри, это легитимизирует следующее, что, смотрите, ну вот надежде. Хорошо, давайте вспомним, вот почему Дованков боится и не хочет быть вторым. Давайте вспомним, что было с Грудининым, когда он стал вторым в восемнадцатом году. С Грудининым началось еще в процессе, там стало понятно, что он сильно набирает. Это, как сказать, в миниатюре мы это видели с Надеждином ситуацию, потому что, если кто, я не помню, я вынужден был посмотреть пару интервью Надеждина с Аптиак и Венедиктову, объявленную на агентом, ну, в общем-то, сами все знаете. И, по-моему, это все-таки было в интервью в Венику, где он говорил, что я же стал вторым политиком в стране. То есть, у него, у Надежды на головокружение от успехов началось еще даже до формализации, до допуска к кандидатам зарегистрированным. Он сразу что-то начал там себе воображать. и дабы не плодить второго политика в стране, его на старте и это самое. А Дованков, мне кажется, и новые люди должны играть роль клапана. Того самого, что, типа, ребята, у кого остались либеральные идейки, ну, вот идите, вот смотрите, вот тут же ситуативка, да, вот он, Мизулин, чмырит младшую, да, с ее цензурными, значит, этими поползновениями. Вот он вообще там реагирует на все. Вот Твиттер, заметили с Твиттером как, да, ну, Твиттер, он же икс сейчас, вот только-только феноменально, значит, интервью нашего основного кандидата прошло именно в Твиттере, спасибо Илону Маску и товарищу Карлсону, тут же он, значит, предложил разбанить Твиттер. Норм же ситуативка, а что, ну, в смысле, это было очевидно, но он же это сделал. Ну, это нормально, естественно, надо было разбанить, чтобы посмотреть. Правильно поступает Вологда, которая показывает это интервью в кинотеатрах, и у нас тоже можно было бы показать. Вообще, в принципе, по России надо показывать в кинотеатрах. На самом деле, я согласен. Потому что сейчас то, что начинается обсуждение из разряда, я тоже не могу не сказать, что вражеские, значит, телеграм-каналы говорят о том, что ужасно там выглядит наш великий президент. Вот, и если ты не смотрел, хлевещут, 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 а если посмотрел, то уже, поверьте, сложно. Вот, но, кстати, а Надеждин-то, он же и официально передал, так сказать, уже практически, не то, чтобы там официально передал, мужчина, я думаю, надеется стать кандидатом, но в целом, голоса Надеждина, они, да, они переходят до Ванкова, именно поэтому, опять-таки, вот по этому опубликованному рейтингу в ЦИОМу до Ванкова 5%, он король. Да и пусть будет, а что бы нет, когда да, надо дать возможность этим, как это, протестным, ну, показать сколько. Я считаю, что протестный Дованков, он лучше, ну, не протестный, он там, системно-протестный, Дованков, значительно лучше воплощает вот эту вот просерженных горожан, нежели воплотил бы Надеждин, который взрослый, ну, если сказать, что старый, там, тяжелый достаточно, ну, интервью Собчак, но я не смог досмотреть его до конца, честно. Он еще тогда был актуальным же кандидатом и так далее, и так далее, и в общем, все так тяжело. Ну, может быть, но в то же время Дованков, он очень такой мягкий у него образ, он такой вот средний, он нормальный, да, вот если мы говорим про эти архетипы, это славный парень, у него там... Никакой. Че? Никакой, говорит Василий. Он средний, ну, ты говоришь никакой, да, я скажу мягче, он средний, в целом, ну да, мы говорим об одном и том же, он такой же, я такой же, как вы, я вот вместе с вами, даже если посмотреть на его сайт, где на главной... Ой, кстати, сайты, это вообще просто великолепно, ну, если посмотреть у кого, как чего оформлено, вот, и Дованков, он стоит среди людей, то есть вот он также на этой вот, главной этой фотографии, он позиционирует себя, как вот я, вот такой же, как вы. Поэтому, если говорить... Экологика Берлик умеет, если его потереть, он пахнет. Да, нет, это нормально, у них хорошо с полиграфией, у них хорошо с визуал, там, и так далее, они молодцы. Я просто про то, что он вот как именно такой вот объединитель оппозиции, ну, да, конечно, сейчас будет вот либерально настроенные люди будут, конечно, голосовать за Дованкова, но в целом он даже, кстати, Слуцкий, несколько ближе к вот этому вот типажу, потому что у него такие вот более яркие высказывания, такие вот однозначные. А Дованкова... Ориса была какая-то ремарка, Володь, будешь, ты хотел сказать? Все, Да я Данцовую вставлю. Понятно. Чего ты? Ну, есть фраза, вставлю ремарку и картинка Данцовую вставь. Вот, я говорю, Данцовую вставлю. Да, Вторая бородатая шутка. Я не могу понять, я когда смотрю на Дованкова, вот Светлана правильно сказала, он такой полукупец, полумудрец, полуневежда, но есть надежда, что станет полным наконец. Я даже не могу понять, что у него с прической. Он не то лысеет, не то просто коротко стрижется, как-то зализует. Он сам по себе выглядит даже мерзко, вот отталкивающе. Вась, давай я тебе вместе с Светланой объясню. Я выбираю Светлану, если можно как бы объяснить, я выбираю Светлану. Я женат, но тоже выбираю Светлану. Но история-то в чем? История в том, что когда у тебя вся партия вокруг ситуационной повестки вертится, то и ты не выглядишь сам по себе, и твоя партийная деятельность, и твои лозунги не выглядят обстоятельно. То, что тебя смущает, то, что не смогла Светлана сформулировать. Такая вот масштабная политика. Ты плечо Даванкова показываешь или что? Да, с теоретической и научной проработкой, которая есть у коммунистов, которые там все на идеях Ленина стоят. какие-то нет у коммунистов проработки никакой. Поигрались капитализму, хватит, это не проработка. Не-не-не, это же проблема. Ты видел блокады Критонова? Да видел я. Это все проблема проклятия знаний. Они думают, что вокруг них всех нахер помнят Советский Союз и знают, как все было устроено. Нет. Это не проклятие знаний, это маразм просто. Уже старческая деменция. Хорошо, называют это так. Но, по сути говоря, в научную политику никто из них, хотя могут, но не идет. Никто не объясняет правила социализма, в смысле выгоду социализма. Никто не показывает социализм человеческим лицом, как он есть в Китае и все это остальное. Они в целом безликие, либерально-демократические тоже как бы условно-либерально-демократическая партия, которая выходит откровенно правой повесткой. Но это же тоже с научной точки зрения нонсенс. И я говорю о том, что вот проблема КПРФ и ЛДПР она именно в том, что они не несут, не продвигают и никак не разворачивают свою повестку. Вообще. То есть нет повестки у них. У них есть хорошая научная теоретическая база, но они ее вообще никак не достают, не применяют. Есть Дованков, которого научной базы нет, он цепляется за повестку и поэтому он сегодня за синих, завтра за зеленых. ну типа сменится ветер, он и ЛГБТ будет поддерживать. Ну просто потому, что как бы ему нужно быть все время в тренде. Все время в тренде, да. То есть, ну это такое коле-перекати-поле и, конечно, такие люди, они подсознательно многих отталкивают. Про плакаты Харитонова поигрались в капитализм и хватит. Слово хватит написано на его плакатах мелом. Мелом. Вы понимаете, что вот наигрались в капитализм и хватит, то есть все, не будет у тебя ни АйТи, ни компьютеров, ничего, у тебя будет мел, доска, там, не знаю, деревянный табурет и простой карандаш на веревочке, чтобы не украли. А еще хватит, это отсылка к Слуцкому. Слуцкий же тоже любит хватать и мало ли кого хватит Слуцкий. Да, Света, извини, я тебя перебил. Не, не, ничего. И за что? Сайт, кстати, у КПРФ, но он еще до сих пор в разработке, но выглядит он современнее всех остальных кандидатов, не считая, естественно, солнце наше. Подожди, это где счетчик идет до выборов, да? Да, да, да. Кстати, до выборов, дорогие... И идет там ла-ла-ла, поесть, там больше ничего нет. Да, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые, до выборов 30 дней, ровно месяц, вот календарный такой усредненный месяц остался до выборов. Да, я правильно, я же не вру. Да, 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 да. Февраль короткий, поэтому определяйтесь. Вы должны примкнуть к нашему. Конечно, вы должны примкнуть к нашему. Но они уже, конечно, сами абсолютно ничего не предлагают, вот, если говорить про там социализм, строить, не строить. Вообще, ни один из кандидатов не противоречит нынешнему президенту и с ним не спорят. Это тоже, ну, как бы, когда мы говорим про кандидата к ПРФ, то мы понимаем, что они вообще-то, ну, не собирается никто, никакой там коммунизм не строить. Поэтому и лозунги такие размытые, в принципе, вообще у всех. они в первый раз не достроили. Они в первый раз не достроили. Да, да, не достроили. Не, это понятно, что мы живем в такую эпоху, когда очень велика консолидация вокруг национального лидера, да, консолидация общества. Был крымский консенсус после 14-го года, когда вошли в состав России Крым и Севастополь, а здесь сразу 4 новые территории. И этот консенсус, он в 4 раза выше, чем был в 14-м году и после него, да, и невозможно выступать с каких-то других позиций, просто потому, что, ну, вот такие условия. Ну, конечно, сейчас такая ситуация, когда я думаю, что даже, я не знаю, там, оппозиционеры, если бы у них была возможность поучаствовать в этих выборах, абсолютно не хотели бы там никакой реальной власти. Сейчас и люди это понимают, и все политики, и кандидаты тоже понимают, что не время для того, чтобы что-то менять. Есть хорошая история, когда оппозиционеры дорывались до власти, это город Москва. Мы уже это проходили во время войны как раз, когда мы раздали территорию, чтобы ее закончить. Нет, до войны, когда КАЦ с компанией, они там взяли какой-то муниципальный район, не, не, я про вот то, что оппозиция, они взяли какой-то муниципальный район в городе Москве, и прошло время, превратились ровно в таких же функционеров. Тут очень в целом очень показательные интересы государства как территории, как таковое. То, что всегда называется крылатыми словами исторический интерес России, но никто не раскрывает этот тезис в целом, потому что чисто с исторической точки зрения мы с ближайшими соседами Китая не воевали никогда, было две стычки всего. А с Германией мы воевали сколько раз, начиная с первых крестовых походов. Ну слушай, но мы не так давно воевали с Китаем, если уж в масштабах истории, да, до революции. Мы не воевали, мы, там была стычка вот этот в Маньчжурии и все. Ну да. То есть это даже не война, это, ну, не объявление войны, это что-то там, мы попутали пацаны и все. И как бы, ну вот, это так работает. Так или иначе география, наложенная на политику, вынуждает страны по тем или иным причинам постоянно в этой точке напрягаться. Сколько раз мы с Польшей воевали за весь исторический период, сколько раз с Литвой, с княжеством литовским, со Швецией, со всеми. Ну типа, мы постоянно с этими людьми воеваем, постоянно выясняем отношения. То, что они к нам, они, ну там, условно, немцами спонсированный Ленин, и тот начал готовиться к войне с немцами. Ну то есть, у этой страны такое расположение. Если ты не конченный Горбачев, то ты будешь, и ты любишь эту страну, ты по-любому будешь готовиться к вооруженному противостоянию с европейскими странами. Ну вот, две тысячи лет история ведет записи, там, с девятого века до нашей эры, там, с восьмого, есть хорошо сохранившиеся летописи нашей страны, и все время какая-то возня вон там. Ну и как бы, ну, да каким бы ты, тот же Навальный, каким бы он не был революционером, оппозиционером, если он любит свою страну, то даже он, дойдя до власти, через три года будет говорить, что Обамка нассал у него в подъезде. Ну, просто потому, что, ну, вот так это все устроено. Я просто протокол. Кацин агент Навальный экстремист. Я с тобой. Вот все, что он говорит, мы с ним. Сейчас пойдем к вопросу, это его личная точка зрения. К сожалению, выяснилось, что у нас очень многие, вот все, что ты говоришь, Владимир, это действует, да, если ты любишь Родину, то ла-ла-ла-ла-ла-ла. Но мы пришли к тому, что выяснилось, что у нас очень много людей не любят Родину. Если ты не конченый, Горбачев. Я по-другому просто матом не хотел. Да, слушайте, ну, вот в моем окружении много людей, которые четко понимают, где Родина, а где Чужбина. На самом деле, на самом деле, конфликта-то ни у кого нет, потому что, если, вот тут мы переходим ко второй части, полчаса уже это, все мы смотрели интервью Карлсону. И, собственно говоря, давайте об этом. Там очень хорошо показано, рассказано. И там, я понимаю, что там либералы что-то шутят про папочки, про то, про все. Но на самом деле, принципиально же, да, как это сказать, много раз, в том числе и Путин, пытался о чем-то договориться с Европой. Ну, там, объединенный Запад, как хотите это называйте, да, он рассказывает об этом, что, а я вот это спросил, а потом вот то спросил, потом вот это. И, в принципе, терпение-то было титаническое до поры, до времени. А потом, когда сказали Володе Зеленскому, Володя, там, что там, ядерное оружие или что там, пойдем в НАТО, терпение лопнуло просто мгновенно. Ну, извините меня, терпение на 22 года хватило. Мало у кого из нас хватило бы терпения на 22 года до каких-то дипломатических усилий. И то, что... Ага. Да. Просто хотел добавить... Не, ну ты скажи, скажи, я закончу потом, да, да. Терпение, оно же не только вот этим вот он предлагал, они отказывались там и так далее. Та же самая Олимпиада, как и наших спортсменов, это же все тоже вот просто вот красной тряпкой перед быком вот выводить и выводить человека из себя. Поэтому я согласна, что терпение действительно на многое хватило. а по поводу того, что вот были попытки наладить, это же в принципе открытая информация. Ну, Такера Карлсона это не впервые прозвучало и даже... Да нет, конечно, господи, это он, ну он, в смысле Путин рассказывал это много раз. Это же... Много раз, да. Но иностранный агент Михаил Зыбрь, если там взять его книгу «Вся кремлевская рать», у него, его целевая аудитория, но это все равно так или иначе, там либерально мыслящие люди. Вот. В этой всей кремлевской рате тоже самое рассказано. Понятно, там чуть-чуть под соусом его собственного мнения, но все вот эти вот этапы. Имеющие уши да услышат, как говорится, да? Но, к сожалению, как бы имеем, что имеем. Ну, абсолютно, да. И как бы тут вот эту часть надо закончить тем, что каким бы ни пришел человек там либералом, в принципе, мы уже понимаем, что и Путин пришел тоже достаточно либерально настроенным политиком в Кремль, да? А когда тебя вот так вот мудохают, извините меня, постоянно, кто угодно станет не то что охранителем, ну и как бы тут ядерная бомба вариант уже, в принципе, поэтому, а что скрывать-то? Это поведение, оно инспирировано, да. Говори. Я дополню, что вообще-то еще был президент Медведев, который, когда началось в Осетии, отдал... А он не думал долго, да. Он просто сразу... Да, он вообще не огнили. Да, хотя он вообще был типа суперлиберальный там. Все на него фапали. Он суперлиберашка был. А как только что, сразу же, три дня, да. Да? Да. Ну, это тоже не секрет, кто командовал войсками, если что. Не, ну, понятно, что это решение там, то, что мы там сейчас рассказываем о том, что Медведев был местоблюстителем, и все это самое, но тем не менее, да, так или иначе, решение о начале вот этой операции по принуждению к миру, как она вошла в новейшую историю, да, в эти паттерны. Это же все равно решение президента. Верховный командующий в тот момент был Медведев Дмитрий Анатольевич. Поэтому, ну, исполнял обязанности. Ну, ладно. Он не исполнял, он был избран на тот момент. Не надо. Давайте, не перебирай. Окей. Интервью Карлсону, но тем не менее. Вась, для тебя самый главный посыл. Вот что ты для себя извлек? Вот скажи мне, что в итоге, что это было для тебя? Давай, переходим. Ты знаешь, ну, действительно так, что для тех, кто следит за внутренней повесткой, там практически ничего нового-то и не было. Сильный ход был Дима Дайка и вот эти вот папочки со справками на русском языке американскому журналисту передать, копии архивные, снятые. Действительно, был, правильно сказал президент, что вам, если надо, вы на английский переведете. А то, что через Карлсона Владимир Владимирович говорит с глубинным американским народом, это действительно факт. Это так и есть. У Карлсона большая аудитория именно возрастного белого населения на юге Америки. Это работяги, которые там в свое время варили сталь, добывали уголь, были на заводах востребованы, но в связи со сменой парадигмы потеряли работу и сейчас они там вынуждены работать, раскладывая товар в Волмарте или охраняя эти гипермаркеты. Путин разговаривал именно с глубинным американским народом, который по большей части за нас. Я уверен в этом. И как ты часто любишь это повторять, здесь было выступление не президента России, здесь было выступление президента мира. Ну, кстати, он вел себя именно так. Да, вот мне очень понравилось именно вот его позиционирование, да, вот как он сидел, как он разговаривал, абсолютно спокойный. Было ощущение, что для него, ну, не важно, вот он встретился с человеком, рассказал ему все, что знал, он не готовился, он абсолютно спокойный и он абсолютно уверен в ситуации, он держит ее. Еще очень интересно, как он вначале, да, спросил у нас шоу или серьезный разговор, да, у Такера Карлсона определенная манера вести беседы, это, в принципе, американская манера, вот эти вот шоу, лозунги, такие вот быстрые, вопрос-ответ, ну, вот это все. А Путин, ну, как бы, он стал играть в свою игру, мы американцев в лозунгах не переплюнули, нет, и он не стал в это играть, он стал играть в свою игру, как я уже сказала, и говорить долго, пространно, вот как мы все это видели, да, 30 секунд исторической справки, ну, и это было уместно, и это показывало, что он хозяин вот этой ситуации, причем показывало не так, вот, как бы, очень тонко, очень уместно, ну, в общем, мне очень понравилось, как это все, вот, в принципе, выглядело. Знаете, что я подумал, что хитрец, который придумал это интервью, он же продал это дело и в избирательный штаб Путина, и в избирательный штаб Трампа, и заработал два раза денег. Вадим Попов не пришел сегодня у него, он приболел, поэтому тут извините, да, эту функцию, как это, в роли алчного политтехнолога в этот раз Владимир Лефантьев. А еще Китай и Индонезия тоже продал, да? Да, да, да. Нет, выборов нету, а тут-то выборы и того, и другого еще, да, как это? Да, консерва, консерва. Я хочу сказать, что если кто-то упустил, два есть, было, есть еще видоса очень клевых, это, как я назвал, реакция Такера Карлсона на интервью с Путиным, где он сидит, там рассказывает после еще в Москве, и буквально в ночи появилось переводное видео, где Карлсон выступает на саммите правительств, там не помню, как он корректно называется, в Эмиратах, по-моему, в Абудабе, нет, и там мизансена такая, что два человека, один ведущий, там вот, арабский, вот этот вот, значит, модератор, другой Сид Карлсон, и вот этот чувак, который модер, он говорит буквально, я вот вспомнил как раз к тому, что, не помню, кто из вас сказал, что это, он говорит, Байден и Путин, два человека, которые сейчас правят миром, говорит он в контексте, то есть, в принципе, для Путина это геополитический ход такой, ну, как бы, как сказать, понятно, что он не сказал ничего нового нам, но хотя, вот это, типа, давайте с нами договоримся, это же понятная тема, ну, то есть, вот он говорит, типа, что надо сделать, чтобы украинская, вот это там, вот эти говорят, война, мы говорим СВО, закончилась, он говорит, мы не согласны разговаривать, мы не согласны начинать первыми, потому что была Турция, Стамбул, и нас, грубо говоря, прокатили, да, не будем другое употреблять, и мы вряд ли согласны, чтобы инициатива исходила от вот этого человека, который сейчас там, типа, номинальный лидер Украины, да, это понятные условия, с которых можно начинать торговаться, ну, в смысле, он говорит, давайте, что, все, не вопрос, то есть, он им выкатил, на эту тему-то, вот, и сейчас, там, если кто-нибудь смотрел о Будабе, ну, вот этот вот, не, я не знаю, о чем ты говоришь, но ты говоришь, что два лидера. Я сейчас попробую своими кривыми руками вам поставить, я его приговорил. Киряй Морису, спокойно. Я теряю, у меня есть, все нормально у меня с ним. Пит засыпает, засыпает сейчас. Не, 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 нормально, это он ведь делает, он это самое. Смотри, давайте, да. Пока ты ищешь, смотри, какая история, ты говоришь про два мировых лидера, да, условно, которые там на полюсах друг к другу. С одной стороны, у нас человек, который легко на полчаса выдает исчерпывающую историческую лекцию со всеми датами, никуда не подглядывая, все даты точны, называются сразу. А с другой стороны, у нас человек, про которого спецпрокурор говорит, что он в силу своих ментальных способностей и состояния не способен исполнять обязанности главы государства. и он идет на второй четырехлетний срок. Врач отказывается предъявить прессе заключение о состоянии главы государства. И вот, что мы имеем. Вот это наши оппоненты. Ну, слушай, но Байден, вообще президент Штатов, не то же самое, что президент у нас в России. И Путин, кстати говоря, тоже в этом интервью об этом упоминает. Он говорит, что нет вообще никакой разницы, кто будет президентом. Все зависит от элит. Если элиты поймут, что мир меняется, тогда, ну, можно будет договариваться. От личности, ну, ничего особо не знаю. Байден, Трамп, там еще кто-то. Мы противостоим. У нас Путин абсолютно сакральная личность. Кстати, тоже вот, зайдите на его сайт, он простирает руки на фоне неба. Он как бы посланник небес, простирает руки, как с кафедры священнослужители. Вот, у нас Путин, да, это вот сакральная личность, лидер и элиты США. То есть, не конкретно, Байден, вообще не важно. Надо сходить на сайт Путина, что-то я упустил, короче. Сходите. Да, большое впечатление. У нас никакой программы, никакого, ни единого слова о будущем. Программы, программа фаворитов будет посланием президента. Это понятно уже. Ты понимаешь, если мы имеем дело с посланником небес, то, ну, как бы, он что, мои мысли, не ваши мысли, как в Библии. Вот, что он хочет, то и делает, а мы вот, как бы, должны довериться. Вопрос такой. А образ там определённый. В той же, кстати, эмиратской речи Карлсона была потрясающая совершенно концовка, где он говорит, что люди делятся на тех, кто сторонники, какой-то религии, монотеистической, да, там, неважно какой, и люди, которые верят, что они сами боги. И вот, типа, проблема Байдена и проблема, значит, Америки в том, что поверили в то, что они боги. А на самом деле, говорит, что, говорит, это то, что Путин, говорит, в адеквате, в этом смысле. Он понимает, что он не бог. Но он поэтому, вот, видишь, это вот как бы, вот это там такая есть концовка, я, кто не смотрел, всем советую. Давайте я попробую, сейчас, давайте я вам про детей попробую, подожди, потом скажешь. Подождите, я вам попробую про детей, потому что это важно, это всем зашло. Вы мне только, так, транслирует звук, сейчас, подождите, я, так, а где у меня, вот, у меня лапки, я вот, Василий у нас хорошо владеет этими вот, так. Вообще не факт, что это не было. Трансляцию экрана, сейчас, транслирует звук, так, транслирует экран. Все, все, стоп, так, сейчас я запущу, блин, а как это делается? Ну, на видео нажми. Сейчас, подожди. Я нажимаю, у меня почему-то. Есть звук? Вот звук. Пошел, да. В мировой истории. Так что, если бы ты сформулировал это... Только нет изображения. А это самые основные термины, термины семьи. Видео не проигрывает. Папой, не так ли быть отцом? Священный долг отца, защищать свою семью и восстанавливать мир в своих стенах. Итак, если я прихожу домой с четырьмя детьми, если я прихожу с работы, а двое из моих детей дерутся, что я делаю в первую очередь? Даже до того, как я пойму, почему они ссорятся, до того, как я соберу факты и пойму, что происходит? Я. Остановка. Я прекращаю ссориться. Да. Так что, если я приду домой и увижу, что двое моих детей ссорятся, и я скажу, давай, давай, выбей из них все дерьмо. Я злой, потому что нарушил самый главный долг отцовства, который заключается в том, чтобы принести мир. Потому что у меня есть власть. Я единственный, кто может принести мир. И поэтому, если вы видите, что нация, обладающая огромной властью, подстрекает к войне ради нее самой, то у вас есть руководство, которое не имеет морального авторитета и является незаконным. И я тоже это имею в виду. И я даже не имею в виду какой-то конкретный регион или конфликт. Я имею в виду в целом. И я глубоко оскорблен этим. Очень глубоко. Ты знаешь, я долго думал... Видео не было, да? Я так понимаю, что... Да, там на фуллскрин, на фуллскрин он не проигрывается. Тебе надо было на полную его не ставить. Я долго думал, кого из отечественных коллег мы можем вообще сравнить с Такером Карлсоном по образности, по яркости речи, по тому, что ты поставил. Сейчас я послушал, и я понял. Единственный, кто может встать с ним в один ряд, это Ильша Тамина. Спасибо большое. Я скажу ему обязательно. Этот самый. Окей. Хорошо, дорогие зрители, хорошо, что не было видео, потому что, знаете, мы все равно зальем это все на YouTube и банят за... Я там косулю приклеил, и то не уверен, что это помогло бы, потому что банят за видео, потому что сейчас Карлсона просто так не тиражнешь. Поэтому вот этот пассаж о том, что вот отец приходит домой, четверо детей, двое дерутся, и первое, что их надо сделать, их разнять, он хоть и говорит в конце, что я никого не имею в виду, но это каноническая история про... не только про Россию и Украину, как Россия не очень признает, да, Папа и Америку, это история еще про Израиль и Палестину. И все мы понимаем, что по каким-то причинам он говорит о том, что не хочет Америка останавливать конфликты, в том числе и конфликт израильско-палестинский и превращение огня. Это та вещь, которая заставляет задуматься действительно очень серьезно, и как бы вот это абсолютно такая штука, о которой, ну, которую надо иметь в виду, когда мы про всю эту ситуацию рассуждаем. Очень советую всем посмотреть, если это все уже на Ютубе, и этот самый... Я обещаю потом еще потренироваться, может быть, я научусь, как это все транслировать. Так, у кого ремарка была? Я кого перебил? Свету я перебил? Свету я... Извини, пожалуйста, ты тоже... Мы... Перед этим мы рассуждали о том, что кто чувствует себя Богом, кто нет, у кого комплекс Бога, у кого не комплекс Бога, из сверхдержав и из политиков. А, да, я хотела сказать о том, что в этом смысле у нас... Почему как раз-таки мы легко... Ну, Путин тоже об этом говорил. Вот. Почему мы легко совмещаем в одной стране многоконфессиональности и разные религии? Потому что наша идеология в том, что религия вообще должна быть, да, в первую очередь. Не мы Боги, а Бог. Там кого конкретно ты выберешь? Это твое дело, но вот он есть. А у Америки другой, вот принципиально другой взгляд на мир. Поэтому нам так тяжело на данный момент договориться. Вот. И сейчас вот в этом и идет суть нашего противостояния. Опять-таки вот в идеологическом плане это две концепции. То есть, противостояние же не только экономическое, мы понимаем. Да. Но и в первую очередь идеологическое противостояние, про которое мы все понимаем. И нельзя это сводить к тупо там традиционной ценности. Вот там трансформеры, а здесь у нас значит Иван Дамарья. У нас много что, много в чем мы не совпадаем. И еще из того, что опять же там проговаривалось и в том числе вот в этих рефлексиях к интервью, для меня очень значимый момент, когда говорят, в том числе и Карлсон, и многие говорят, страна огромная, территория огромная, народу мало. То есть, для такой территории, как наша территория России, у нас действительно мало людей. У нас нет задачи поработить еще и Польшу. Что мы с ними делать, с этими пшеками будем? Они там, мы с ними исторически, это сам. Понятно, что ситуация с новыми территориями, которые сейчас называют еще, как правило, там, как там, они исторические территории, понятна ситуация, да, что там вот, ну, оно, ребята, как бы, надо было остановить вот это убийство мирного населения, которое уже, ну, действительно, уже, не описывается языком цивилизованной риторики. А, в принципе, у России, несмотря на всю вот эту вот браваду про Великую Русь, которая нигде не кончается, я тоже, кстати, это поддерживаю, но, тем не менее, нет у нас амбиции завоевать там всю Евразию, всю Европу и так далее, и так далее. И об этом было послан, сигнал был послан достаточно четкий, с моей точки зрения. Вот, что я хотел сказать. Так, давайте, собственно, все, 51. В итоге, хочу, что я хочу сказать? Ну, в общем, Василий, вы за кого голосовать будете? Даже не знаю. Интрига. Интрига. Даже не знаю, но с матрешкой пришел, да? Слушай, я могу повторить то, что я уже много раз говорил. Я не вижу других кандидатов, как говорила Диана Бурская на выборах в Мосгурдуму. Мне печально, конечно, что, по сути, не за кого голосовать. Нет достойных оппонентов, даже спарринг-партнеров у национального лидера. Настолько все плохо. Даже если бы допустили тех, кого не допустили, кто облажался с подписями, там тоже не за кого голосовать. Ну, даже бы, ну, даже близко. Захочешь и нет. Ну, вот сейчас пойдут за Дованкова. Ну, сам по себе Дованков серый, как лаваш в трехдневной шаурме. Я не знаю, стандартизирую, не стандартизирую. Ну, ужас просто. Даже близко некого сравнить. Конечно, выбор очевиден. И я счастлив. Я буду рассказывать об этом детям и внукам, как в пятый раз я доверился Владимиру Владимировичу. Какая неожиданная концовка. Я думала, сейчас Харитон его назовет. Нет, нет, нет. Василий, он наш. Он из этого самого, из, как сказать, Василий не сливает своих голосов в этот самый. А ты, кстати, Света, ты вот по-женски ты за кого голосовать-то будешь? Ты скажи. Мы тут, кстати, никого не заставляем. В принципе, мы-то все убежденные сторонники, а ты можешь вот выбирать. Слушайте, ну, на самом деле, я в первую очередь скажу, что-то моё мнение не жаль, что не за кого голосовать, кроме одного кандидата. А у тебя что, два бюллетеня или что? Я не понимаю. Как у тебя с приоритетами-то вообще? Ну, смотри. Ну, как бы все-таки... Я расскажу, но просто я почему говорю, что мне не жаль, что не за кого больше голосовать. Да, то есть, сейчас те кандидаты, которые есть, это, очевидно, не будущий лидер. То есть, если вдруг возникнет ситуация, что Владимир Владимирович захочет передать власть, он найдет кому-то сделать. И вряд ли это будет Дованков, да, ты хочешь сказать? Это будет Дованков, да. Мне тоже так кажется. Мы не можем предугадать, да, но мне тоже кажется, что это будет не Дованков и никто из нынешних кандидатов. То есть, это не значит, что у нас нет сильных людей в стране. Вот этот набор кандидатов, он не значит, он абсолютно ничего не обозначает. Сильные люди есть, сильные лидеры есть, власть будет кому передать. Просто сейчас не время для того, чтобы шатающиеся расшатались еще больше. Мы с вами, знаете, осознанные люди, а кто-то может... Да, ведь они всем можно доверить так просто. Да, а время нынче не то. Это, знаете, там тоже из разряда сначала победа, потом революция. Ну, как бы, не время шататься, короче. Да, а просыпаешься и не дай бог рада русских президентов России, и все, и тогда сразу... Да, вот, Орис понимает, да, Орис, а общественная палата вы за кого? Ну, мне интересно. Я буду голосовать за президента. Так, хорошо. Действующего, да? Просто за президента. За президента. Его кандидат не пошел на выборы. Сергей Михайлович Миронов давно объявил, что за Путина. А, ну да, точно. Мы же все забываем детские шашни Ориса с проворосами. Окай, окай. Ладно, я, в общем-то, да все, надо завязывать. Я вам что хочу сказать касатики в финале. Я считаю, что успехи каждого региона это отражение успехов России. И вот как у нас в Татарстане, вот я почему спрашивал, кстати, в начале, кто где, вот почему спрашивал Владимира Гнева, потому что если был Калининград, было бы клево. У нас был бы Калининград, Тверь, Омск, Казань. Ну, это я не по географии, а так, как я вижу. Но, тем не менее, успехи каждого региона это успехи, это отражение успехов страны. И вот вопрос в том, что есть регионы, которые лучше отражают, есть регионы, которые хуже отражают. Поймите, пожалуйста, что нет у государства функции немедленно благоустроить вашу жизнь так, чтобы у вас были счета там золотые и, не знаю, часы швейцарские, лимитированные. Но есть задача у каждого из нас, чтобы нам было комфортнее и было комфортнее в то же время всем вместе. Поэтому давайте так, пусть каждый старается на вверенном ему участке работы, это первое. Второе, 30 дней осталось, давайте мобилизуемся. Ну, не так уж, во-первых, не так долго терпеть, во-вторых, давайте уже определяйтесь, кто кого выбрал, кто за кого. Вот. И, собственно говоря, следите за развитием событий. Я думаю, что будет еще много интересного. Понятно, что будет президентское послание Путина. На месте вот всех кандидатов, которые вот многие, заметьте, да, даже у нас эксперты спрашивают, где программа, где программа. Ну, выступил бы каждый с посланием. Я бы смеха ради послушал бы послание Харитонова порткому или что там у них там, политбюро, да, там сейчас. Тоже же интересно, а что-то вот никто никуда не бежит. Поэтому будем ожидать. Еще 30 дней, не такой маленький срок, не такой большой, но и не такой маленький, поэтому главное не болейте. Харитонову здоровья, чтобы все в лучшем виде дожили. И это были Колчак позвонит, шоу федеральной повестки. И мы вышли на новую орбиту. Давайте все, не скучайте. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok